...массового параметра, когда 2 мусора будет вовремя состоящее. Да, внимание, что рассматривается. А этот мусор тут можно взять. А поскольку такая сильная зависимость от массового параметра, то, по-видимому, это... Дело в том, что получается, что в основном, вот на этой статье как раз вот здесь, формации у нас небольшие, равны. Поэтому для небольших изменений формы вот эта процедура, как находится массовый параметра на заряжающих коллективных подбуждений поверхности, он, в принципе, обоснован. А кроме того, получается так, что всё происходит на поверхности, здесь пересечение очень слабое. То есть вот касание происходит где-то около 8, а здесь уже не будет ничего такого. Ну да, но здесь нужен массовый параметр относительно вот такой деформации. Это вообще немалая инфраструктура, это не просто инфраструктура, а что это такое диапазоническое. Нет, ну это уже одиночек. Здесь, конечно, вот этот ряд предположений, которые... Здесь используется достаточное количество предположений, но, в принципе, вот, в отличие от всех других классовных подходов, у меня нету дополнительного ещё параметра, которые являются спутероскопическими факторами. У меня спутероскопический фактор равен единице. А люди, когда считают по модели, вот этот классов существует в мудре, у них всегда есть ещё дополнительный параметр спутероскопический фактор, и они его каким-то хитрым образом начинают параметризовать. И выбирая специфическим образом этот пластерный параметр, они компенсируют, скажем так, проблему с потенциалом, потому что потенциал может дать больше или меньше, большую или меньшую величину трансмиссионного коэффициента. То есть у них больше параметров, а здесь меньше параметров. То есть как вот деление, но здесь нет комбинации, что у них пластерный существует. Так, есть. Извините, если я что-то не понимаю фундаментального в этом деле. Вот, предположим, внутри свинца есть кремния. Мы привыкли к тому, что мы ядро диквентируем последние уровни и переход. Вот свинец, характерное наличие уровней, характерное сфином перехода. Если внутри есть кремния, то должна быть где-то в этой последовательности характерная для кремния последовательность уровней и перехода. Или, я не знаю, что-то понимаю. Еще вот, скажем, ладно. Процесс под действием гамма-кванта. Налетает гамма-квант, длина волны сравнима с размером ядра, все протоны колышут относительно электронов, и потому что там происходит, мы видим, это ядро такой. То есть два ядра. А можно дополнить? А если альфа частица? Конечно. Если она внутри сидит, мы должны ее не видеть. Что она позволяет, вот, одной кластерой и вот другую. Она позволяет, когда они отдельно, это не возникает никаких проблем в восприятии. То есть есть кластер и есть свинец. То есть, когда они начинают пересекаться, то плотность начинает модернизироваться. Когда кластик заходит в свинец, то получается ядро исходное. То есть распределение плотности, то есть формально от свинца уже ничего не остается. То есть плотность становится такой же, как у плотности исходного ядра Кюрия. То есть в связи с тем, что радиус кластеров не фиксирован... Ну, плотность это какая-то взредненная характеристика. А вот есть конкретные дискретные характеристики уровней перехода. Причем вы сначала рассматриваете один кластер, значит должна быть одна схема уровней перехода. А если другой кластерный существует внутри, значит другая. А как они все складываются тогда в одну, типичную для свинца? Как они складываются? Вот здесь два компонента. Есть макроскопический компонент, то есть капельный. И есть оболочные поправки. Вот оболочные поправки, это свинца и специфического кластера. То есть вот у меня 4 кластера, я считаю 4 оболочные поправки для различных деформаций для каждого кластера. То есть получается так, что вылет кластера, он чем необычен? Тем, что барьер находится на расстоянии порядка полтора ферми, больше чем сумма радиус. Нет, с вылетом все понятно. Он вылетает, и тут мы его и хватаем. А как он внутри-то? А внутри его просто там формальная процедура. То есть я считаю плотность согласно вот этому положению о распределении плотности. То есть у меня всегда фиксирована форма кластера, а форма свинца, радиус все время подстраивается. И тогда, когда радиусы между свинцом и кластером совпадают нулевые, то есть фактически в центре свинца находится кластер, то радиус становится таким, как у ядра, это трюрия. То есть это просто формальный трюк. Здесь, наверное, может спроситься, что такое строгое микроскопическое... Микроскопическое внутри... Это задача вообще даже для альфа-распада не вершина. А других... Ну и здесь, конечно, вот такие предположения, конечно, не кажутся, потому что здесь еще ряд предположений есть. Но может быть обоснование микроскопическое... Даже обычный альфа-распад. Там тоже микроскопические образование кластера внутри вот это теория альфа-распада, в которой не нужно было предполагать, что есть кластер, вот эту частоту столкновений вводить. Это была там модель гамма-альфа-распада. Ну, она такая была киногенологическая, а ты же оттуда пройдешь. Ну да, но у деления тоже есть частота столкновения. А как микроскопически, вот как говорят, что вот исходя из того, что у нас есть система с уровнями, как там увидеть образование того кластера или звоновой функции как-то выделить какие-то... Ну, такие попытки мы тут для альфа-распада... Можно назвать по-другому. Вот смотрите, у нас ядро начинает делиться. И в этом случае у нас какая-то есть форма, и мы считаем одночастичный спектр, вычисляем оболоченные поправки. Вычисляем капельную энергию, оболоченные поправки. Здесь точно так же сделано, но там параметризуется форма определенным образом. Вот в виде гантелей, там, скажем так, геометрическая характеристика – это поверхность. Она все определяет. А здесь определяет не поверхность, а как вот плотность распределяется. То есть это несколько другой подход к параметризации делящихся форм. Вот скажем вот так. Ну, можно. Здесь кто-сего... Может быть, да. Здесь. Все детали. Творобы. Творобые. Все детали.